всем привет с вами комаров виталий тема сегодня такая короче сейчас вот у нас приходит к власти новый премьер-министр и все говорят что это плохо что это кто-то говорит хорошо здесь такие которые говорят хорошо что будет жить хорошо но лично мое мнение как вы думаете если вот сейчас взять доктора и поставить туда премьер-министр на следующий день уже у всех будет задница истыкана во всех прививках правильно правильно надо не надо сделают так и этот пришел к власти нагловик простите мой господи этот как его налоговик что может то он должен собирать бабло то есть нашему государству требуется денежки для дальнейшего развития а где их брать то только с населения вот и будут их драть у нас раньше предприниматели как говорится просыпались в холодном поту вспоминая заплатили налоги или нет а это будут все просыпаться так холодном поту но суть то в чем говорят что нужно поднимать производством нужно поддерживать малый бизнес все такое и все так согласен производство было бы неплохо но мы же в россии у нас еще не по человечески идет скажем так вот взять несколько лет назад ты наверно лет 7 назад была такая тема грибы выращивать знакомый меня выращивал грибы поначалу вроде бы не все хорошо но потом где-то тут недалеко открыли какой-то завод по производству этих грибов огромный завод который естественно его заглушил и все человек остался с такой вот фигушкой все он побросал а был у него довольно так неплохо получается то что чем-то у нас такого не сотворил то это сотворить можно только очень большое куда можно вложить огромный бабло если у тебя есть маленький заводик какой-то или цех какой-то по производству чего-то или что-то там что-то такое то малейшее где-то если что-то откроется большой завод все тебе хана ты зарабатывать не сможешь у нас и получается что наши зарабатывают буквальном смысле это оказание услуг населению и тут у нас магазин открываются у нас шиномонтажей очень много парикмахерские то есть то что нельзя пустить в производство вот это у нас и открывают а так что-то у нас производить сможешь ничего ты не сможешь скотину выращивать я сомневаюсь что это возможно есть такое понятие маржа правильно это когда у тебя остаются чистыми деньгами прибыль то есть ты заплатил все налоги все 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 ты заплатил у тебя остается вот та деньга который ты будешь потратить чисто на себя есть любой такой бизнес посчитать ни хера там ничего не остается еще с этого требовать кого-то чё то как то какое может быть производству он надо подымать сельское хозяйство ну разведешь ты хреново . скотины и чё кому она нафиг нужно с одной стороны да большие объемы есть куда сбагрить ну опять же чет у нас с этим делом то особо то не клеится сколько у нас чего-то там не заводили сколько на совхоз не подым не пытались подымать все глухомань полная начни ты что-нибудь здесь у нас производить ну скажем так я не знаю там электронику да начни начни производить ну есть у нас для этого пример хороший у нас начали выпускать это фонда нашу российский где он производится он производится китае и любая электроника вся она производится там почему-то ее там выгоднее производить чем здесь вообще почему когда-то я давным давно очень давно смотрел по телевизору выступал какой-то там профессор кислых щей но он сказал такие умные слова чем хреновее в государстве жить тем больше процветает коррупция вот и все на это еще сказано он еще сказал что если коррупцию все убрать на сто процентов то все цены на 5 не на 5 в 5 8 раз упадут просто-напросто рухнут да и тогда можно открывать какие-то производства да можно как-то работать да у населения появятся деньги да у них у населения будет покупательская способность сейчас какая покупательская способность у нас все большинство ходят в магазин покупают самые дешевые у нас покупают продукт заведомо знает то что это хрень что это есть нельзя а жрать что-то надо а а если ты возьмешь что-то хорошенькое все ты останешься практически до следующей зарплаты голодным тебе жрать не до чего будет ты пока за коммуналку заплатишь пока то все все какие предприятия могут быть у нас у нас население около 10 тысяч этот поселка в котором я живу у нас три магнита две пятерочки два красного и белая это супермаркеты все частники как они появились они начали глухнуть эти частники они хоть как-то что-то могли зарабатывать именно в нашем в нашем регионе приносить какую-то пользу а все остальное сейчас это просто вот мы все ходим дружно люди дружно съездили в москву бабло там заработали приехали сюда все в магнитах и пятерочках оставили все попробуй начните какой-нибудь производство чё толку то вот каким бы ты искал искусством не могу и не владел потом я не знаю я вот например валяю могу умею валять валенки до профессии старинная да и слышится чудно но сейчас есть даже прикинуть дать так вот больше трех пар в день свалять не получится сколько мне по пара валенка должна стоить даже оптом по какой цене нужно сбагрить вот сейчас даже не знаю цену на шерсть цену на кислоты вот этого всего я не знаю это это меньше 500 рублей вот просто элементарно стоить не может одна пара валенка а на деле у нас их сколько продают этих валенку пожалуйста да не никому и нафиг не нужно производить сейчас самому что-то это практически вообще невыгодно вы сами посмотрите что чё как раньше вот буквально ну лет пять назад своими руками для себя что-то было сделать выгодно а сейчас сейчас самому себе самому для себя своими руками ну просто элементарно это сделать невыгодно идешь ты и покупаешь пускай хрень купил но это и покупаешь это спокойно без всякой неротрепки без всего а этот у нас пришел новый премьер-министр нагловик благовик ничего я представляю вот вступит в полную силу когда свою должность и будут каждого всякую ловить везде и всюду пошел ты кому-то гость забил в доску а у тебя уже за спиной налоговый инспектор стоит 100 рублей заработал иди 30 рублей заплатили там сколько там хорошо так а то все и отнесешь вот так вот мне вообще вот интересно вот где вот большие предприятия созданы например вот я узнаю в сердовском районе поставили завод по выращиванию грибов шампиньонов интересно как там дела то идут да и вообще в других заводах которые вот огромные поставили свежие испеченные счетом они работают не работают работают туда все население у нас работает вот в буквальном смысле это в москве это большая часть едут туда зарабатывают они на благо области на благо район они не работают они все работают где-то там потом эти деньги привозят сюда стают вот чисто элементарным это в магнитах пятерочка но вот в этих супермаркетах берут старенькие машинки себе и все а еще у нас деньги тратят в ритуальные услуги вот и все больше у нас денег тратить некуда а как бы хотелось бы вот в районе был свое предприятие ага 9000 у нас на филе дня и все они пошли вот и работают куда-то где-то там как советское время был классно мне нравится одно предприятие уплел на них взял через дорогу перешел в другой попал сейчас всех этих предприятий нет ни черта этого не осталось да у нас что-то пыжутся что-то делают но толку то как таково нет так что мне интересно узнать ваше мнение мнение о ваших предприятиях которые поблизости от вас есть работают они приносят они прибыли чё где как работают чем занимаются вообще как-то так все подписывайтесь на канал ставьте лайк будет время еще чем расскажу о чем-нибудь до свидания